Это зимой у нас получилось понырять несколько раз на Днепровских водохранилищах. Эта охота радикально отличается от всего того, к чему мы уже привыкли и действительно мы почувствовали себя начинающими, или туристами. Потерялись, стоп, плывем к Насыпном, ориентир, чтобы потом искать на Насыпном. Что такое Насыпное? Ну, это не будет Насыпной, но будет. Сейчас пояс посмотрим. Личья были уже на уровне базовых понятий, такие как вода, прозрачность, рыба. Попробую объяснить. К примеру, с прозрачностью полтора метра можно успешно походиться в реке, ну и практически невозможно искать рыбу на просторах Непровских морей. Ну или, к примеру, рыба. Местные перевернут понятиями масс рыбы, а не отдельных особей или стай. Без понимания основных законов ее движения можно рассчитывать только на случайный успех. Несколько охот получились очень яркими и запоминающимися. появилось желание поделиться своими впечатлениями. Естественно, без малейшей претензий на истинность. Просто свои впечатления. Эти впечатления будут интересны именно для таких же, как мы, подводных охотников, которые только начинают осваивать охоту в больших днепровских водохранилищах. Любое водохранилище, условно, можно разделить на две части. Это узкую, ниже плотины, с достаточно большим течением и широкую, большую, большую часть водохранилища, в которой практически нет течения. Во второй половине зимы перепады уровня и течения освобождают узкую часть от льда и можно начинать охотиться. Здесь, в принципе, все как в обычной реке. Течение, коряжник, ямки. Все водоемы разные. Где-то больше рыбы, где-то меньше рыбы. Но в основном, основные массы рыбы стараются держаться льда. Отходит лед, за ним отходит и рыба. Ну и того, что осталось, в принципе, достаточно для соскучившейся по мягкой, прозрачной воде. Подводного охотника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Посмотреть тут действительно есть на что. Поначалу охота кажется немного туповатой. Рыбу видишь издалека, подплываешь, стреляешь. Трое дело в мутных речных водах, когда все чувства обострены до предела, и на выстрел остается очень мало времени. Но со временем приходит, я бы сказал, понимание. И появляется щенячий восторг от парения, чувство свободы, которое дает прозрачная чистая вода. Да и рыба начинает попадаться поинтереснее, и выстрелы начинают получаться покрасивее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Основные рекомендации по поиску рыбы, как и везде, ищите рельеф он не обязательно должен быть ярко выраженный начинать желательно с русла если позволяет прозрачность воды или при русловых канав плутновато или пусто смещайтесь дальше берегу и продолжайте поиск рельеф параллельно русло В заключение хочется сказать, что зимняя подводная охота в водохранилище произвела очень большое впечатление и будем по возможности в дальнейшем уделять этому направлению больше внимания, стараться почаще приезжать на такую охоту. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»